На связи с нашей студией историк, телеведущая, автор нескольких книг по истории именно Крымлы, крымско-татарского народа, Гульнара Абдулаева. Госпожа Абдулаева, добрый день. Добрый день. Вот мы вместе живем от одного геноцида к другому, от одного геноцида к другому, и не имеет значения, кто его организовывает, есть Ленин, либо его бешеный пес после него Сталин, либо новый Сталин нового времени Путин. Вот для вас лично, вот даже не как историка, а лично в вашей семье память об этом дне, 18 мая 1944 года, какая сохранилась? Что вам пересказывали? Ну, конечно же, ни одну крымско-татарскую семью эта трагедия не обошла, и, естественно, что я коснулась и мою. В моей семье оставались одни женщины, абсолютно. Моей бабушке было всего 10 лет, когда именно 18 мая 1944 года, когда к ним пришли. Но в отличие от других семей, им сообщили, что их ведут на расстрел. Поэтому семья, которая была из двух женщин, одной пожилой бабушки и троих детей, которые были все девочки, их готовили к тому, что они идут на расстрел, и их действительно вывезли, вывели на кладбище. То есть это было такое психологическое давление, естественно, что люди ничего не смогли с собой взять, абсолютно. И поэтому, когда уже их привезли к поездам, вернее, к вагонам для скота, тут уже было ясно, что уже сюда свозили абсолютно всех людей. И, конечно же, это было страшно. То, что воспоминания моей бабушки и прабабушки, которые я тоже помню, когда она рассказывала об этом, прабабушка как-то меньше рассказывала, потому что все-таки ей было 30 лет, она это пережила и меньше рассказывала. Вот ребенок, которому запомнилось все, она, конечно, говорила о том, что это были невыносимые условия, это отношения, во-первых, людей, самих солдат к крымским татарам было негативное. Хотя сохранились воспоминания, что некоторые семьи говорили о том, что к ним приходили люди с большим, наверное, человеческим качествами, наверное, которые говорили, берите только самое необходимое. Но вот моей семье так не повезло, конечно, они ничего с собой взять не смогли. Помогли соседи, которые ехали вместе с ними в вагоне, которые делились и пищей, и какими-то там, я не знаю, одеждой, которые могли с собой взять. Но, слава богу, в моей семье никто не умер и смогли выжить. Да, вот госпожа Абдулая, как вы, как историк, вы много, наверное, владеете намного большими знаниями, как вы можете объяснить простую вещь? Как целый народ может ненавидеть целый народ? Почему ненавидели Крымлы? Почему россияне ненавидят украинцев? И это не вопрос сегодняшнего дня, это вопрос минимум 300-летней давности хорошей закваски. Вот как образуется коллективная ненависть? Вы знаете, вы правы, когда вы говорите, что 300-летней давности, я бы сказала даже больше. Дело в том, что, как мы знаем, Московия, она была всегда в принципе вассалом Крымского ханства и платила налоги в государственную казну Крымского ханства. И, естественно, это всегда ее угнетало, они пытались всячески отходить от налогов, говорить о том, что они самостоятельное государство, но, тем не менее, до 1700 года стабильно поступали налоги в ханскую казну. То есть они признавали свой вассалитет. И здесь, мне кажется, что это вот их как раз-таки и угнетало, это на каком-то генетическом уровне. Они ненавидели крымских татар, они ненавидели задуманцев, а потому что украинцы были свободолюбивые, в отличие от них. И, наверное, вот это вот у них и осталось, потому что после распространения Орды Московия всегда пыталась показать себя, что она наследница Великой Орды, но так не случилось. Наследником Великой Орды было Крымское ханство. И в Москве ей пришлось подчиняться. И она всегда была в зависимости от крымских ханов, от крымских татар. И мы знаем прекрасно, что в самом Кремле находился крымский двор, то есть посольство, как они называли, но на самом деле там был представитель от крымского хана, который с теми делами, которые проходили в Москве и тому подобное, то есть полностью их контролировали. И, наверное, вот это все у них вот и заложилось на этой генетической памяти. И поэтому, когда так случилось, Крымское ханство, и не оставили в 18-м, уже была возможность действовать. Сначала это была Украина, как мы знаем, в 1775 разрушили Запорожскую сечь, а потом уже случилось Крымское ханство. Но здесь не нужно забывать, что после 1775 года казаки как раз-таки перешли на территорию Крымского ханства, образовали Новую сечь. Мы знаем, это Олежкинская сечь. И после, а потом уже Задунайска. Но тем не менее, Крымский хан предоставил свои земли казакам, своим союзникам, потому что, опять-таки подчеркну, в отличие от Москвы, с украинцами, с украинскими казаками, у Крымского ханства как раз-таки были договора, которые подписывались не просто там на словах, они имели юридическую силу, договора о взаимопомощи. В случае военных действий одна из других сторон будут друг другу помогать. И таких случаев было много. Просто у нас эфирного времени даже не хватит перечислять, сколько помогали друг другу казаки и крымские татары. Но дело в том, что наша соседняя страна, Московия, потом СССР, Российская империя, они всячески старались переписывать нашу историю. То есть фальсифицировать это одно, а другое, они, конечно, нам насаждали свои нарративы. К сожалению, они до сих пор... Вот тут очень интересно. Давайте вот здесь мы остановимся, потому что, кажется, здесь и собака зарыта. Я имею в виду о том, когда тырят историю, или когда ее фальсифицируют, переписывают, ставят с ног на голову. Вот как это может происходить, я у вас буду спрашивать, как историка. Потому что личная моя встреча с студентами и будущими историками Московского государственного университета показала, что о Меньшикове и о геноциде в Батурине они не знали ровно ноль. Я им это рассказывал, они говорили, что это какие-то сказки им рассказывают. То есть я им рассказывал обыкновенную историю. Когда этим же историкам я рассказывал, что деловодство в Кремле велось крымско-татарским языком до Петра Первого, и дань платили туда, в Крым, а не наоборот, они вообще смотрели на меня, как на идиота. Вот объясните, как это работает, как история, как им удалось это все переписать, внедрить на несколько десятков поколений, наверное, и как это все вернуть назад, к правде истории. Ну, собака зарыта, как вы правильно сказали, еще со времен Екатерины Второй, потому что именно она ввела моду на старину. И тогда вот маломальски все грамотные люди пустились там переписывать историю. То есть они были не историками, они были писателями истории, и поэтому это были правительственные заказы. Тот же самый Карамзин, тот же самый Соловьев, это все были правительственные заказы. Перед ними была четкая и ясная цель переписывать историю Российской империи так, как им это выгодно и как это нужно. Поэтому сегодня, конечно, историки, особенно академические историки, они сильно путаются в этих фактах, в цифрах, в датах, на то, что происходило, и событийный ряд, конечно. В империи тот же самый Карамзин. Все грамотные люди пустились там переписывать историю. То есть они были не историками, они были писателями истории, и поэтому это были правительственные заказы. Как им удалось это все переписать, внедрить на несколько десятков поколений, наверное, и как это все вернуть назад, к правде истории? Ну, собака зарыта, как вы правильно сказали, еще со времен Екатерины Второй, потому что именно она ввела моду на старину. И тогда вот маломальски все грамотные люди пустились там переписывать историю. То есть они были не историками, они были писателями истории, и поэтому это были правительственные заказы. Тот же самый Карамзин, тот же самый Соловьев, это все были правительственные заказы. Перед ними была четкая и ясная цель переписывать историю Российской империи, так как им это выгодно и как это нужно. Поэтому сегодня, конечно, историки, особенно академические историки, они сильно путаются в этих фактах, в цифрах, в датах, на то, что происходило. И событийный ряд, конечно же. И вот как раз таки было известно, что, во-первых, при Екатерине Второй переписывалась история, то есть там целые тома создавались, дышащие там стариной, потому что не было тогда такого метода, который современный, который мог бы подделку отличить от современности. И, конечно же, уже после 1944 года в СССР был такой историк Надинский, перед которым была поставлена четкая задача отписать историю Крыма. Ну и естественно, что крымских татар представят в негативном свете. И Надинский издал трехтомник, в котором абсолютно такие абсурдные вещи были прописаны. И, к сожалению, на этих книгах многие российские историки впоследствии учились и ссылаются на него до сих пор. То есть там представлено, что крымские татары это абсолютные варвары, у которых нет ни экономики, ни культуры, и вообще это крымское ханство, там разбойничек, гнездо под крылом Османской империи. То есть они внушили нам всем, что крымское ханство не было независимым, что оно являлось фасалом Османской империи. Но на самом деле это было не так. И очень часто сегодня сталкиваешься, к сожалению, и сегодня у нас даже современные украинские историки делают такую ошибку. Ну, я думаю, что это со временем как бы все прольет свет на это все и совершенно все будет иначе. Потому что у нас сейчас появилась такая возможность, когда мы можем наконец-то вот как семена от плевел отделить, потому что, ну, все равно большой прорыв уже есть в исторической науке в этом плане. Но тем не менее, тем не менее, к сожалению, работает вот та самая пропаганда, которую заложила еще Екатерина II. Ну, я думаю, со времен Петра I она начиналась, но Екатерина II ее просто хорошо продолжила. А если вернуться до... Да, если вернуться до геноцида крымско-татарского народа, и как бы мы можем говорить сегодня или не можем, что сейчас при оккупации Крыма этот процесс продолжается только другим методом. Этот метод предложил еще Сталин, когда просто перемешивал народы и перемещал большое количество из Сибири, Приуралия и Черноземья людей для того, чтобы они стали большинством и переделали местное коренное население под российский советский народ. Вот именно это продолжается из 2014 года и теперь в Крыму. И вы, как историк, как вы видите выход из этого процесса? Вот эти все люди, которых привезли, которые сами приехали на ваши родные земли и устанавливают там, не знаю, в одном городе там чеченские расклады, кадыровские по недвижимости, в другом там, не знаю, солнцевские русские расклады с казаками, ряжеными. Вот как из этого всего будет выходить народ целый? Как вы видите будущее Крымлы, когда всем нам вернут наш и ваш безым Крым? Наш Крым. Наш Крымско-Татарский, Украинский Крым, он обязательно вернется. Ну, во-первых, я могу вас точно успокоить, что у крымских татар достаточно хорошая генетическая память. И поэтому здесь никто абсолютно, у каждого у нас есть своя точка зрения, мнение. У 99% крымских татар, которые сегодня проживают на территории Крымского полуострова, они ждут Украину. И естественно, что вот эти вот все процессы, которые пытаются насадить на протяжении уже 8 лет, они не действуют. То есть здесь я могу быть совершенно спокойна, что даже то поколение детей, которые пошли в школы, которым преподносят совершенно иную историю, и мы прекрасно видим, особенно в последние годы, как это насаждается. Да, это отражается на психике ребенка, студентов, но тем не менее в семьях совершенно идет другая политика. И прекрасно понимают, потому что у крымских татар уже есть опыт, их депортировали, и крымские татары сумели сохраниться и в Средней Азии, и на Урале, с Урала многие потом переезжали в Среднюю Азию, объединяясь со своими семьями. То есть у нас здесь есть такая определенная сплоченность, что мы должны сохраниться любым путем. То есть в данном случае не ассимилировать, хотя в России, вот как вы сказали, переселяя народы с одного региона в другой, все равно происходит определенная ассимиляция и как бы преподнести, что это был советский, русский народ. Нет, у крымских татар, к счастью, такого нет. Поэтому здесь я за свой народ спокойна, и они готовы, они ждут возвращения Украины. А тем более сейчас для всех крымских татар появился такой шанс, и они готовы действовать внутри Крыма, внутри, как втул у врага, чтобы ускорить этот момент, когда Крым уже вернется. Это де-факто, потому что де-юро он украинский, де-факто на территорию Украины. То есть здесь важно то, чтобы мы действительно эту войну выиграли, а мы выиграем эту войну, и естественно, чтобы территории наши были до февраля 2014 года. Хорошо, но а вот эти сотни тысяч понаехавших, или которых привезли, особенно это упоротые, там же ФСБшники, там же чекисты, ветераны сразу рванули в Крым, особенно на южный берег. Вот они, им позволят остаться, поменять гражданство, или как? Я думаю, что здесь, во-первых, ну как бы, должно быть у нашего государства Украины четкая позиция. Те, кто приехал до 2014 года, то есть они должны обязательно освободить территорию Крыма. Потому что Крым, ну как, понятно, да, что сегодня Москва, у нее была главная цель, как можно больше заселить Крым, чтобы, такая латентная депортация, чтобы украинцев, крымских татар потихонечку выдавливать из Крыма. И это, в принципе, происходило на протяжении 8 лет. И я думаю, что уже не произойдет того, что было после 44-го. Эти люди не приживутся в Крыму, потому что времена изменились. И пусть пока стоит Крымский мост, потому что по этому Крымскому мосту им придется обратно возвращаться оттуда, откуда они приехали. Они абсолютно чужие в Крыму. И я вам больше хочу сказать, те русские, которые были до 14-го года, проживали на территории Крыма, они уже прекрасно осознают, что те, кто приезжает, это совершенно другой народ. И они не хотят, чтобы они оставались в Крыму. Ну, соответственно, что и 700 тысяч украинцев, которые проживали в Крыму до оккупации, ну и, конечно же, крымские татары, сделают все возможное для того, чтобы эти люди покинули Крым. Я думаю, ну только по-другому, потому что иначе никак. Мы же все должны вернуться, те, кто сейчас на материке, на материковой части Украины, мы же должны все обратно вернуться к себе домой. И это должно обязательно произойти. И эти земли должны освобождаться от тех же самых, мы не будем говорить чеченцев, мы будем говорить кадыровцев, которые сегодня в Крыму, истанцев. Естественно, они все вернутся, вернутся на свою родину, потому что нам нужно очищать наш Крым, потому что иначе мы не сможем жить с ними. Я думаю, что все-таки государство Украины, наше правительство должно будет издать какой-то соответствующий закон по этому поводу. Потому что мы не можем раздавать всем гражданство, загодя, зная, что эти люди никогда не воспримут Украину. Естественно, они потянулись в Крым, но есть еще и другие процессы, которые наблюдались на протяжении тех лет. Они приезжали, им все поначалу очень нравилось, но в итоге они были разочарованы и уезжали из Крыма, потому что им обещали одно, а в Крыму оказалось совершенно все по-другому. Вплоть до... Но они думали, что это рай, Крым рай для них, вплоть до природных условий. Но на самом деле же Крым далеко не рай. И в Крыму достаточно сложные природные условия, крыматические. А вот еще вопрос, который логичный. Во-первых, и в других регионах Украины во время войны, и в Крыму тоже, есть маленький процент так называемых коллаборантов. Даже среди крымских татар есть те, есть те, которые продолжают вот вместе с бандитом, этим мафиозисом Башмаков с Аксеновым ездят в оккупированный, временно оккупированный Херсон, чтобы рассказывать, как они его будут присоединять. Были там и коллаборанты, именно, которые говорили, мы, крымские татары, вместе с Путиным и так далее. Вот с ними что будет и что надо делать. И как вы видите будущее, вы же помните, в Крыму были упоротые москвофилы и русские фашисты. Они там, одни были какие-то фронт Москва-Россия, другие там единство русское, казаки, которые занимались погромами, ряженые. Вот это вся вата. Особенно упоротое было в Севастополе, потому что там было еще спецстатус на спецстатусе. И вот они имели гражданство украинское, но были такими расистами, что мало не покажется. Вот с ними, как вы видите решение вопроса после деоккупации Крыма? Ну, я вам могу просто один случай сказать, когда те же самые, я, наверное, не буду просто сейчас называть имена, из числа тех коллаборантов, которые самые первые дни же перешли на сторону коопационных властей, вот этот человек приходит, например, к родственникам своим на свадьбу, садится за стол, с этого стола люди встают и пересаживаются, приходят на похороны, ему не подают руку. То есть, мы маленький народ, и в принципе, мы знаем всех, мы знаем всех поименно, кто перешел на ту сторону. и естественно, просто выжидается определенное время, определенный момент, когда настанет, и он обязательно настанет тоже очень скоро, мы знаем, как с ними обойдутся, и естественно, что в Крыму они жить уже после этого не смогут. Они получили свои российские паспорта, и пусть по этим российским паспортам уезжают в Краснодар, куда угодно. То есть, здесь, в принципе, разговор очень короткий, и в Крыму об этом говорят, говорят те, которые ждут Украину. То есть, все, я не знаю, как с тем же самым русским единством это все произойдет, которые тоже были гражданами Украины, вот, но тем не менее, я могу сказать только за представителей своего народа, что им не место в Крыму, это однозначно. И они сами это прекрасно понимают, и доходит инсайдерская информация о том, что они уже подозревают, что дело катится к тому, что уже все, их пора заканчивается, и они даже уже присматривают дома в Краснодарском крае. То есть, они понимают, что им не жить в Крыму больше после этого. Да, но очень много горя и за последние 8 лет пришло в Крым в виде экологической катастрофы, которую сделали войска Путина. Историческому наследию тоже нанесен урон. Ну, и вот этот весь рашизм и Совок вернулся массово. Вот как вы видите процесс не знаю, ренессанса, потому что очень хочется увидеть настоящие крымско-татарские названия, хочется увидеть Ханский дворец, отстроенный, а не этот лубочный уродливый ремонт, как они говорили, реставрация, которая просто кощунства. Вот как вы видите вот это возвращение и возрождение? Конечно же, это все будет постепенно. И, естественно, что и к истории мы будем возвращаться. Они нанесли непоправимый урон. То есть мы знаем, что уже первая оккупация в 1783 году и после депортации, то есть мы потеряли очень много национального достояния. И, к сожалению, мы теряем его и сегодня. Мы знаем, что в Крыму очень много проводились археологических раскопок. И когда они строили трассу Таврида, они находили крымско-татарские города, которые, в принципе, можно сказать, были даже уже забыты поселения и находили очень много интересных вещей, артефактов. И все это отправлялось в Россию. И мы сейчас не знаем, как мы сможем это все обратно вернуть. Конечно же, это будет такой комплексный подход ко всему. И, естественно, что Ханский дворец в первую очередь должен быть восстановлен именно по тем материалам, которым он был... То есть, аутентичность должна в первую очередь сохраниться хотя бы на тех участках, которые не коснулись расисты. И здесь, конечно, очень важно опять-таки подходить очень аккуратно, потому что я вам больше скажу, что за это время крымско-татарской истории уделялось достаточно большое внимание в кавычках. То есть, они получаются, что в России издавали очень много книг касаемо истории крымских татар. Они переписывали, продолжали переписывать на свой лад, и это издавалось Институтом Марджани в Казани, и это все внедряется до сегодняшнего дня. Они рассчитывают на то, что, ну вот, мы же вам даем, вы пользуетесь тем, что мы вам даем. То, что, как правило, авторы этих книг все не крымские татары, то есть, а крымских татар продолжают устранять из своей истории, это факт. И поэтому перед крымскими татарами, перед крымско-татарскими историками стоит большая-большая задача этнографами, историками и вообще другими людьми, которые касаются культуры, истории, археологии. Все это, конечно, расчищать, и вот, и тут большая работа предстоит. Я не могу сейчас вам сказать, как это будет проходить, но это будет комплексный подход, это однозначно. И, конечно же, за это время важно то, что здесь, на материковой Украине, мы смогли, подросли уже наши новые кадры, которые заканчивали университеты на археологии, на истории, на архитектуре, то есть, люди учились на этих факультетах, и я думаю, не смогут применить свои знания уже в Крыму, когда будет деоккупация, потому что она уже будет очень скоро. Да, вот все военные преступления, самое страшное, это геноцид, оно всегда заканчивается, ну, должно закончиться вердиктом, да, решением трибунала, после которого должна быть репарация. Я вот не представляю себе, как можно измерить репарацию за геноцид. Если вы представляете, и как на практике за один геноцид, за 44-й год, ни ламаного гроша никто не получил, и за новый геноцид, который происходит в наше время, вот как вы видите это? Да, конечно, я, честно говоря, тоже затрудняюсь сказать, как это будет. Единственное, что, конечно, мы должны в принципе составлять то, что все подсчитывать, хотя бы тот нанесенный ущерб, экологии, Крыма и тому подобное, то, что хотя бы вот за эти 8 лет произошло, потому что на самом деле много, мы сегодня в 21 веке, это можно сделать. То, что касается 44-го года, к сожалению, я думаю, что это очень сложно, потому что поколения, которые пережили депортацию, к сожалению, они уходят, и очень мало людей осталось, которые могут рассказать о пережитом горе. То есть, они были совсем еще детьми сегодня, они пожилые, и, к сожалению, время идет, и мы не можем в достаточной мере вот эти все тома документов составить, и чтобы предъявить Российской империи. Но, тем не менее, я думаю, что когда мы закончим уже нашу войну, когда все встанет на свои места, и когда действительно Россия признает то, что она проиграла, тогда, возможно, мы сможем, уже, наверное, будет новое правительство в Кремле, я не знаю, как это может быть, но тогда уже как-то вести переговоры, вернее, я не знаю, как вести переговоры или не вести, но, по крайней мере, мы со своей стороны должны что-то составить, как-то к этому подойти и все-таки предъявить. Я не юрист, и я поэтому не могу в данном случае сказать, как мы можем предъявить свои репарации, но, тем не менее, наверное, все-таки она должна ответить. Настанет такой день, что то, что произошло 78 лет назад, то, что произошло 8 лет назад, Россия за все должна ответить и за все понести наказание. Хотя бы даже, понятно, что те люди, которые руководили операцией депортации, ну, их, наверное, уже и нет в живых, но те, кто руководили операцией оккупации сегодня, да, 8 лет назад, те, конечно же, должны понести и наказание, и, в общем-то, ответить за свои преступления. госпожа Абдуллаевна, остается мало времени, но очень интересны тоже исторические или псевдоисторические вопросы у меня есть, он меня уже не одно десятилетие огложит. Чем больше я читаю, как аматор, да, историю, тем больше он меня огложит. Вот как все время проигрывать все крымские битвы кампании, особенно в Севастополе, и делать из этого город российской славы, полуостров российской победы, вот когда наступит вот это поколение, которое поймет, что все время это проигрыши, это битвы, которые проиграны, и просто сказать, да, вот такая история, а не играть в Джорджа Орвала вокруг Крыма и Севастополя. Я не знаю, когда у них что-то перестроится в головах, но это действительно, я вам больше скажу, что после 2014 года первым делом они стали переписывать учебники по истории. И вот что самое интересное, что Крымскую Восточную войну они, оказывается, не проиграли, а выиграли. Вот до такой степени. И да, я просто это своими глазами видела, у моего племянника был этот учебник, и я, конечно, ужаснулась о том, о чем они пишут. И, наверное, это будет продолжаться, потому что они уже настолько заврались в свои лжи, они настолько в этом потоплены, потому что я не знаю, что должно произойти в этих головах. Да, там я не могу сказать, там есть единичные, наверное, люди, случаи, которые мыслят зло-мыслящие, но они не влияют на все остальное, поэтому мы можем их просто оставить с их проблемой одних в своем территории Московии, потому что я все-таки верю в то, что Россия не останется в своих границах, которая была до 2014 года, ее ждет то, что будет развал, и Северный Кавказ обретет свободу, и Казань, и Татарстан, то есть Татарстан, и Башкорстан, и все остальные. Я думаю, что она останется в своем маленьком княжестве Московия, и пусть они делают что хотят. Ну, конечно, так нельзя, что хотят, но тем не менее я не собираюсь их переделывать, никто из нас не собирается их переделывать, поэтому это уже болезнь, я не знаю, они всегда будут говорить о том, что они непобедимы. исторический тост, который и в Новгороде могут поднять, и в Севастополе, и в Киеве, за залезье, за историческую Московию. Да, большое спасибо вам, Гульма Абдулаева, историк, телеведущая была нашей гостьей. Гульма Абдулаева, и в Севастополеев. Севастополеев.